Продолжение следует... Нам также нужно коснуться и другой части, о которой говорит Писание, это общая, общественная молитва. Хотя и подчеркивается личная молитва в Писании, это никак не исключает общественную молитву и ее важность. В Писании 7 конкретных случаев или примеров общественной молитвы или совместной молитвы, особенно в книге Деяний. Деяние 1.14 Все они единодушно посвятили себя молитве вместе с некоторыми женщинами, среди которых была Мириам, Мать Ешуа, а также с его братьями. Здесь можно отметить три вещи, касательные публичной молитвы. Первое, это было отношение. Все они единодушно посвятили себя. Когда мы размышляем об общественной молитве, это очень важно. Потому что если есть какая-то дисгармония или несогласие в группе, которая молится, тогда будет сложно молиться сильно и конкретно о чем-то. И эти люди, они были единодушно были согласны в молитве или посвятили себя молитве. То есть это была их жизнь. Это была их жизнь совместная. И у них была цель, о чем они молились. Второе, мы замечаем, что здесь было действие. Кого-то складывается впечатление, что молитва – это пассивное занятие. Нет. Молитва – это активное действие. Если у вас пассивная молитвенная жизнь, то и все остальное у вас будет пассивным. И другой перевод говорит, что они не просто единодушно посвятили себя молитве, они делали это с усердием. И не однажды. Это было не один раз, когда они собирались вместе, чтобы молиться в единстве. Когда идет молитва между разными группами людей, тогда нужно трудиться также над единством. Чтобы все чувствовали себя частью того, за что они молятся. Иногда нужно просто объяснить, почему молимся за конкретную вещь. И о чем конкретно вы хотите помолиться. Я помню, что часто на молитвенных встречах была доска, и я записывал, о чем мы молимся, наши нужды. Что сюда включается, чтобы люди могли даже визуально представлять, о чем молимся. Иногда я писал на листиках это. Чтобы каждый был активен в молитве. Я раздавал эти листики людям и говорил, ты помолишься за это, а ты за это, а ты за вот это. Но важно, опять же, чтобы мы были в единстве, когда мы молимся о чем-то. Потому что, когда мы в единстве, Иешуа высвободит эту власть и силу для того, чтобы достичь тех целей, которые мы ставим, которые перед нами стоят. То есть, имеется в виду, что третий момент, это, что в этом действии включались люди разные, которые там находились. То есть, это единство, оно создавалось, оно прилагалось усилия для того, чтобы оно существовало. Писание также говорит, что у них было одно сердце и один дух. Как это произошло? Благодаря тому, что они собирались вместе, знали друг друга, делились своими жизнями. Таким образом, мы становимся одним целым. Нельзя собрать три тысячи человек в одном месте и сказать, что у них будет единство вот за один раз. Разве что эти три тысячи человек имеют общение между собой и они находятся в постоянном контакте друг с другом. Большие молитвенные собрания – это хорошо, но я часто переживаю за эффективность таких собраний. Это были люди, которые знали друг друга. Сюда входили 11 апостолов и также женщины. Это была молитвенная встреча единства. Также присутствовала Миря, мать Ишуа, его братья. Которые уверовали между его смертью и временем написания первой главы Денианя. Следующий отрывок, который мы будем разбирать, он длиннее. Четвертая глава, 23 по 31 стих. Я прочту. Как только их выпустили, они возвратились к своим друзьям и сообщили о том, что им сказали руководящие священники и старейшины. Услышав это, они в едином порыве воскликнули Богу и стали молиться. Владыка, ты сотворил небеса, землю, море и все, что в них. Устами нашего отца Давида, слуги твоего, ты сказал посредством руаха Кодыш. Почему не истоствовали народы и племена строили тщетные планы? Цари земные восстали и правители совещаются вместе против Адоная и против его мессии. Эти слова сбылись в этом городе, так как Ирод и Понтий Пилат вместе с Гоим и народами Израиля собрались против твоего святого слуги Ишуа, которого ты сделал мессией, чтобы осуществить то, чему ты в своей власти, согласно своему замыслу, предопределил произойти. И теперь, Господь, обрати внимание на их угрозы и позволь рабам твоим нести твою весть со смелостью. Протяни свою руку, чтобы исцелять и совершать знамения и чудеса именем твоего святого слуги Ишуа. Они все еще молились, как вдруг то место, в котором они собрались, сотряслось. Все они наполнились руаха Кодыш и говорили Божью весть со смелостью. Until 31? Yes. Where it says the place was shaken and they spoke with boldness. Okay. You caught him. Okay. Okay, there are three things here also that we can look at to help us to understand about joint prayer efforts. Здесь мы можем увидеть три вещи, касающиеся совместной молитвы. Первая – это основа. То есть предпосылки всей этой молитвы, всей этой молитвы. Где это произошло, почему это произошло. 23 стих говорит нам об этом. Их только что выпустили из темницы. И лидеры этого времени запрещали им проповедовать Ишуа. Я считаю, что апостолы, возможно, сомневались касательно своей возможности проповедовать со смелостью Слова Божьего. Поэтому очень хорошей идеей было то, чтобы собраться на молитву вместе. Второе – это была общая молитва, групповая молитва. 24 стих. Это была совместная молитва в ответ на то, что было рассказано в 23 стихе, в ответ на то, что произошло. Сказано, что они в едином порыве воскликнули Богу. Это была молитва, групповая молитва вслух. Они имели согласие и единство в этой молитве. Содержание молитвы. Во второй части 24 стиха по 30 мы видим само содержание молитвы. И в этом содержании я хочу также отметить несколько вещей. Кому они молились? Это ключевой момент. Для меня. Кому мы молимся? Father. To the Father. Как часто вы говорите «Отец» в своих молитвах? Always. They say always. Надеюсь, что всегда. Прошлое, последнее молитвенное собрание, которое я посещал, я не говорю, что у вас вообще, то там я слышал слова «Бог», «Господь». Ну, конечно, иногда зависит еще от языка. Но очень редко на молитвенных собраниях я слышу, как к Нему обращаются, как к отцу или к папе. Если я говорю ему «Господь», то тогда у меня такое ощущение, что вот он, ну, я перед Ним никто. Если я говорю ему «Господь», тогда у меня возникает картина того, кто правит мной. И мне нужно быть осторожным. Но когда я обращаюсь к Нему, как к отцу, у меня появляется теплое, приятное ощущение. Папочка, можем пообщаться. Можем поболтать кое о чем. Понимаете, о чем я говорю? Нам нужна эта близость, эти близкие отношения с отцом. Молитва была обращена к отцу. Вот, к кому все наши молитвы должны стремиться. Ишуа не говорил «Молитесь мне». Ишуа сказал «Молитесь во имя Мое». Через эти отношения. Часто можно также услышать обращение к Ишуа, это обращение к сыну, когда мы должны обращаться к отцу. Я не занижаю ценность Ишуа. Но сам Ишуа сказал, что когда вы молитесь, говорите «Отче наш» или «Отец наш Небесный». Ишуа четко объяснил, кому мы должны молиться. Он молился отцу. Это очень важно. Вы должны иметь эти близкие отношения с отцом. Они также почитали Его имя. Написано «Ты сотворил небеса, землю, море и все, что в них». Они почитали Господа как Творца, Того, кто имел силу и власть. Это также важно, потому что да, мы обращаемся к Нему как к Отцу, но мы также признаем Его великую власть и силу. Поэтому это взаимосвязь двух Его сторон. Потому что также Писание говорит, чтобы мы почитали Отца и Мать, и тогда продлятся дни наши. Мы должны помнить, что Он наш Отец, но как наш Отец, Он также заслуживает почтения. Мы должны понимать, что мы приходим к Нему так же, как к Творцу неба и земли. Поступая так, мы принимаем силу и величие Божие. Если мы это понимаем, мы понимаем так же, что Он имеет возможность отвечать нам. И нет ничего невозможного для Него. Когда вы приходите к Богу, вы должны знать, кто Он есть. Что Он может сделать. Потому что иначе ваши молитвы будут слабыми, немощными и мертвыми. Если же вы понимаете, что Он великий, сильный Бог, Который превыше всего того, что вы можете себе представить, тогда нам нужно почитать Его суверенность. В 25 стихе говорит о роли Духа Святого в пророческом слове. Который говорил в Танахе через Давида. Понимание Писаний в вашей молитвенной жизни, в совместной молитве. С 25 по 26 стих цитируется Второй Псалом, Второй и Третий стих. Но они цитируют это местописание не как исполнившееся уже во всей полноте, но как тот отрывок, который имеет применение в 27-28 стихе, например. Мы говорим о том тексте, который мы прочитали в книге Деяний, только что в 4 главе. И мы также, то есть мы видим, что они используют Писание в своей молитве. Точно так же мы можем включать Писание в нашу молитву. 25-26 стих, например. После того, как они почтили суверенность Божию, они сделали конкретные просьбы. Помните, мы вчера говорили вот об этих моментах, когда мы рассматривали, что такое Деяние на английском, что вначале начинается все с восхищения, то есть они восхищались сначала Отцом, как раз здесь. Потом они исповедовали то, что произошло. Они поблагодарили Бога, а потом перешли к просьбе. То есть заявляйте о своих просьбах к Богу, пусть Он знает о них. Они напомнили Богу о предпосылках, 29-й стих. Господь, обрати внимание на то, как они угрожали нам. Они говорят о проблеме. И они конкретно обращаются к Богу. И, сказав об этом, они говорят о своей просьбе. Они говорят о своей просьбе. Они просят, чтобы Бог укрепил их, чтобы они говорили слово со смелостью. Даже не взирая на официальную оппозицию. А потом они молятся о тех вещах, которые им не нужны для того, чтобы исполнить предназначение. Они говорят, «Отец, пусть будут чудеса и знамения, которые подтвердят слово». Они сказали, «Когда мы будем говорить слово, простри руку твою, чтобы исцелять и совершать знамения чудеса именем твоего святого слуги Ишуа». Так они завершили молитву во имя Ишуа. Мы просим во имя Его. В конце молитвы в 31 стихе был ответ. Сверхъестественное проявление силы. Место, в котором они собрались, затряслось. И они снова были наполнены руах и кодыш. Вы были когда-то на таких молитвенных собраниях, когда место, где вы молились, оно тряслось? Я тоже пока еще. К сожалению. Иногда я покидал молитвенные собрания с ощущением, что Бог был здесь. И были четкие выражения Его присутствия. Но я бы хотел быть на том собрании, где место трясется, чтобы Бог проявил свою власть и силу. Это так прекрасно. И когда они, из-за того, что они были наполнены Духом Святым, они могли говорить с смелостью. Так они и поступили. Еще один отрывок, двенадцатая глава Деяний. Пятый стих, и потом с двенадцатого по семнадцатый. В пятом стихе говорится о цели этой молитвы. Петр попал в темницу. Все это время Петра держали в тюрьме, а церковь неустанно молилась за Него Богу. Цель их совместной встречи молиться, потому что Петра взяли в темницу, а также ему угрожала казнь. Церковь просила, молилась от Его имени о Нем. Это была конкретно община в Иерусалиме. Они полностью отождествили себя с Петром. И ответ на эту молитву мы читаем в двенадцатом, семнадцатом стихах. Молитвенная встреча проходила в доме частном. Мы часто забываем, что первые три столетия христианской истории не было никаких зданий церковных. Они собирались в домах. все собирались по домам. Я бы лично хотел вернуться в это время. У нас как раз дома проходит несколько собраний. Я позже, может быть, расскажу об этом. Я считаю, что так как они собирались по домам, это производило определенную близость между ними. они были готовы открывать себя для тех людей, которые приходили к ним. Я не знаю, сколько конкретно присутствовал там человек. Не сказано. Но мы знаем, что в это время было несколько тысяч верующих в Иерусалиме. То есть, возможно, это был большой дом. Я не знаю. Но в любом случае собралось очень много людей, которые отождествляли себя с Петром и молились Отцу. Now, I haven't put this down here. I just want to pick it up for myself. X12. Because I want to know whether it says what I think it says. Getting older and my memory is not as good as it used to be. Okay? Yes, okay. It's what I was thinking. Okay. The answer to prayer is found in verses 12 to 17. And there are a few interesting things here. Ответ на эту молитву в стихах с 12 по 17. И здесь несколько интересных моментов. Они собирались в доме Марии, матери Иоанна, которого еще звали Марк. Now, does anybody here remember who John Mark was? Вы помните, кем был Иоанн Марк? That boy that escaped from the garden? That is not definite that that was him, but it was a possibility. Возможно, что это был тот, который убежал. Но есть еще другие ссылки на это имя. He was a companion of Paul. He was a companion of Paul and Barnabas. Он был, он путешествовал вместе с Павлом и Варнавой. Он был с ними в путешествии, но потом вернулся по какой-то из причин, мы не знаем. Но потом Варнава хотел, чтобы он вернулся. А Павел не хотел его брать с собой. Но потом Но потом Барнабас took him along, но потом мы видим, что Павел говорит, let John Mark come to me, because he has been useful to me. Потом Павел говорит, что пусть Иоанн Марк придет, потому что он был полезен мне. То есть мы видим, что произошло восстановление отношений между Павлом и Иоанном Марком. И в тот момент Петр приходит к дому. Он приходит, потому что это был ответ на молитву. Но это был не тот ответ, на который рассчитывали люди, которые молились. Давайте быстро посмотрим. Петр был освобожден из темницы ангелом. Он направился к дому. И, возможно, услышал, как они молились. Постучал в двери. Ему несколько раз пришлось постучать, потому что было очень шумно на молитве. Его не слышали. Потом подошла служанка, и она не могла поверить, что это был Петр. Она обрала дверь и вошла и вошла перед дверь. Она не открыла дверь и побежала сообщить, что у входа стоит Петр. А эти люди молились. Это верующие первого столетия. Они видели удивительные, чудесные, прекрасные вещи, которые происходили. Но они ей сказали, ты сошла с ума. почему-то они до сих пор не могли поверить, что вот такое может произойти. Это ободрение для нас. А также напоминание, что мы должны понимать, что Бог может сделать все, что угодно. И она опять же не открыла дверь сначала. Мы можем увидеть, что наши братья и сестры первого столетия тоже иногда терялись. Следующий отрывок Деяния 16, 25. Четвертый пример. В полночь Павел и Сила молились Богу и пели псалмы, а остальные заключенные слушали. Мне тоже этот отрывок нравится. Когда Павел и Сила находились в темнице. Представьте себе на мгновение эту ситуацию. Представьте себе, что вы Павел, а кто-то из вас Павел, а кто-то из вас Сила. Вы проповедовали Евангелие. И внезапно вас схватили солдаты и бросили вас в темницу. Но не просто в какую-то темницу. Вас бросили в самую охраняемую темницу. Сказано, что их заточили в самое защищенное место. Их также избили. Что бы вы делали? Ужасное место, крысы вокруг. Не знаю, что делать. Я думаю, что многие из нас поступили бы так. Но они начали хвалить и прославлять Бога. Петь псалмы или гимны. Сила молитвы и сила поклонения. Она может высвобождать людей из темницы. Другие заключенные слушали их. Я так понимаю, что Сила и Павел были хорошими певцами. Я думаю, что если бы я пел, меня бы кидались крысами. Представьте, что вы находитесь в этой темнице, темно и ужасно. Не знаю, как выглядят украинские тюрьмы. Но финская тюрьма это летний лагерь. Там цветное телевидение, три раза кормят, игры всякие. Зал специальный игровой есть. Но они находились в очень темном месте. я понимаю, если ты поешь в финской тюрьме, это от радости, что ты туда попал. Домой. Но давайте подумаем только о них, о Павле и о Силе. Они пели, они не боялись, они не боялись молиться. они не боялись петь. Они радовались тому, что они были найдены достойными страдать за имя Ишуа. Снова же их молитвы были направлены к Отцу. Вокруг них находились все неверующие. также нужно обратить внимание на результат молитвы. Произошло землетрясение и двери темницы отворились. Если вы молитесь, может произойти землетрясение. вопрос только какое. В разных сферах может произойти землетрясение, так что вы даже не мечтали о том, какие результаты это может принести. даже стражники этой темницы стали верующими. Возможно и заключенные уверовали в Бога после этого. То есть эта молитвенная встреча была очень динамичная. Она не была пассивной совершенно. Мы должны учиться молиться, чтобы действительно наша молитва была динамичной. Пятый пример, который мы имеем здесь. 20 глава 36 стих. Вы молились? She says not long time ago on some islands there was an earthquake. I asked were you praying? Maybe somebody was praying. Okay. Acts 21 36. This is when Paul was returning to Yerushalayim. Павел возвращался в Иерусалим и сказано, что с этими словами он опустился на колени со всеми и помолился. Это был Павел и лидеры или старейшины церкви в Эфесе. Они научились от Павла в прошлом. И теперь он молится, чтобы они продолжали следовать за Господом в будущем. молитесь друг за друга, чтобы вы оставались на том пути, который Бог приготовил для вас. Следующее деяние 21 5 стих. Они вместе с женами и детьми проводили нас из города в порт, преклонив на берегу колени, мы помолились. У меня маленький вопрос для вас. У вас есть на молитвенных собраниях дети? Да, мы есть. Это хорошо. В большинстве случаев, Европе в большинстве случаях, особенно в Европе, дети просто сами по себе, потому что они сильно мешают. Здесь мы видим то, что я бы хотел видеть, что все были включены в эту молитву, то, что я говорил, что все включались в молитву, не были те, кто находились за пределами молитвы. Я верю, что Господь может действовать сильно также через детей. Вся семья собралась, чтобы помолиться. Эта молитва была о том, чтобы Павел был в безопасности на своем пути в Иерусалим. И следующий пример. 27 глава 35 стих. И завершим на этом сегодня. И с этими словами он взял хлеб и произнеся при всех благодарственную молитву Богу, разломил и стал есть. Это была молитва благословения. Мы должны стремиться к большему, чем мы имеем на данный момент. Если вы прочтете внимательно этот пример, вы обратите внимание, что те, кто присутствовал на этом собрании, это были верующие и неверующие. Поэтому иногда хорошая идея приглашать неверующих на молитвенную встречу. Особенно, если что-то происходит или должно произойти на вашем молитвенном встрече. Мы должны учиться ожидать этого, что это норма должна быть молитвенной встречи, а не что-то невероятное в плане того, что мы этого никогда не ожидали, а вот оно произошло. ведь наше желание, чтобы молитвенные встречи были наполнены силой, Божьим движением в разных сферах. Это примеры публичных молитв в книге Деяний. И мы видим, что Господь приветствует оба типа молитв, личную и публичную, или групповую молитву. Лучше, наверное, сказать групповую молитву. Оба вида молитвы имеют свое место и свое значение. Нам нужно научиться пользоваться этим. На этом заканчиваем сегодня.